всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей ребятки сегодня запретный день по лунному календарю но все вы знаете что я не придерживаюсь этих дней точнее я не смотрю на них когда пересаживаю свои орхидейки на сегодня целенаправленно хочу сделать вот эту пересадку да именно этих малышей я хочу сегодня пересадить и вот это упала когда я ее вынимала из стаканчика она стояла вот в таком же в таком стаканчике и я ее вынимала и она упала наверное не хочет пересаживаться сегодня но это эксперимент правда ли растения не будут расти когда луна не в той фазе находится и сегодня мы с вами начнем этот эксперимент и будем наблюдать за этим контейнером почему за контейнером потому что здесь как раз если я не ошибаюсь 12 орхидей раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 да здесь 12 орхидей и они все разные по как сказать по названию одна вот такая другая партия вот такая ребят я думаю вам видно все эти орхидейки очень красивые это орхидейка ароматная это орхидейка ароматная ну естественно вот это и вот эти есть у меня в продаже и вот три вида разного сорта мы сегодня с вами пересадим и посмотрим правда ли она это все или нет вот эти орхидейки пока не в продаже и очень долго они не будут продажи пока не вырастут до большого размера это экспериментально мои орхидейки я их буду выращивать до взрослого размера сама а вот эти под номером в 3 в альбоме они есть на продажу и вот эти орхидейки под номером 73 6 они тоже есть в продаже и сегодня мы с вами будем их пересаживать я для них уже подготовила стаканчики 500 граммовые насыпала субстрат который сама смешиваю как я его смешиваю есть предыдущих видео посмотрите дырочки здесь плохо видно но по периметру сделано уже грунт я им насыпала субстрат кому как удобно и сейчас мы с вами начнем рассматривать в каком же они состоянии какие у них корешочки и будем пересаживать как пересаживать будем думаю многие уже знают ну а кто не знает можете оставаться и посмотреть ну а кто знает тоже можете оставаться и посмотреть а кто не подписан обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик для того чтобы не пропустить следующие видео и не пропустить видео с результатами по этим красоткам ну что мои хорошие поехали пересаживать из-под 3 циафлору я выбрасывать не буду я ее оставлю она мне еще пригодится ох какие мы шикарные корнюшки нарастили ты тут вот эта прелесть посмотреть вы только посмотрите какая красота как можно не радоваться этой красоте вот такие паучки тут у нас выросли полностью снимать все не будем что не снимается то оставляем сразу поставим их сюда стаканчик чтобы убираем сразу фласочные листики где-то корешки еще только-только начали вытягиваться и расти снимаю чешуйки они легко снимаются и вот эти нижние листочки тоже удалю сразу тоже поставим сюда это убираем сторонку и поехали дальше это уже все мои пересадки я их уже неоднократно пересаживала после того как вынули их из фласки даже мог ни грамма не испортился его можно в принципе использовать но я не буду потому что у меня его предостаточно сразу снимаю отсушенные листики и вот такая вот красавица выросла за год и уже фласочных листиков не осталось это уже листики которые она нарастила у меня после фласки так у нее в один будет ее ставим в другой горшочек как мы с вами вынимали из фласки как вот сюда пересаживали все эти видео есть на канале поэтому кому очень интересно можете посмотреть сейчас многие скажут что ты их тыркаешь туда-сюда ребят но это мои начнем до с этого орхидей ки я провожу с ними эксперимент и я думаю что я вправе с ними так поступать плохого я для них ничего не делаю а только стараюсь сделать все гораздо лучше чем есть снимаю фасочные листики не очень хорошо вам сегодня все это видно но все более подробно есть предыдущих посадках поэтому можете посмотреть так вот этот листик тоже удалить сейчас они конечно еще очень маленькие все и этот корешочек мы заправим с вами посадку вот эти листики мы с вами в предыдущем видео ей надрезали потому что они как-то не очень правильно росли и последующие листики не могли выпрямиться мы их надрезали орхидей к их отсушила и начала нормальный рост листиков ну вот этот листик несмотря на то что здесь вот корешочек прям в листике даже не знаю а он уже удалился сам поэтому мы его удалим а корешочек постараемся направить субстрат это орхидей кима тоже надрезали листочки не она тоже один листик отсушила так еще одна а она она а так и осталось нам с вами освободить гиганты ким три штучки быстренько растущие корешочки не полностью мог убирать не буду оставлю не полностью а 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 здесь тоже оставлю чуть-чуть мха в котором она сидела нормальный с виду поэтому оставлю более подробные пересадки есть у нас на канале в другом ракурсе поэтому кому интересно прям более подробно тщательно в приближенном виде посмотрите пройдитесь по каналу и вы все найдете сегодня у нас с вами просто такой небольшой эксперимент тоже оставляем старого мха так ребят здесь у меня рядышком стоит водичка и после пересадки я буду сразу ставить орхидейки в водичку для того чтобы их напоить но вот так более менее поближе постараюсь вам показать эту пересадку насколько получится и насколько вам будет удобно так рассматривать как мы делаем этот субстрат тоже есть очень много видео у нас на канале поэтому по-моему интересно можете пройти и посмотреть даже в предыдущих пересадках я близко показывала как я делаю этот субстрат ну а сейчас мы с вами просто быстренько их вот так пересадим конечно же накрывая сверху все слоем влажного мха от шеи много раз говорю и практически в каждом видео что после того как я вот так укладываю мох потом от шеи я все убираю чуть-чуть отодвигаю то есть мох не касается самой шеи никогда вот так вот это все приминаю для того чтобы просто хорошо все это спрессовалась и орхидейка не шаталась в нашей посадке потому что если она будет шататься то новые корешки которые вылазят они будут травмироваться лопаться естественно портится все от шейки все отодвинули и ставим ее в водичку пока одну пересад другую пересаживаем она постоит в водичке водичка с витамаром переберем следующую так складываем листочки аккуратненько и обсыпаем листочки аккуратненько и Hogel мог в данный момент должен быть обязательно влажный который мы укладываем сверху для того чтобы хорошо его здесь зафиксировать их чтобы он хорошо у вас лег потом когда он высохнет он будет такой как защитный верхний слой из мха и сам суп субстрат внизу у вас не будет так быстро просыхать и орхидейка не будет испытывать сухость скажем так тем более гигантейки шерелианы они очень сильно стюартианы они все очень сильно любят пить сухой субстрат они не любят все предыдущие убираем из водички а эту ставим а 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 вот и проверим будет наш очередной эксперимент потому что многие очень переживают что делать если луна не в той фазе находится и сейчас нельзя пересаживать орхидейки по лунному календарю многие этого придерживаются ну вот будет у нас с вами такой эксперимент тем более шри ли она или как они стюарте она они у меня в единственном экземпляре то есть других у меня нету ставим дырочку ставим ее пить так здесь у нас кто в 3 кстати каждый стаканчик я тоже подписала в 3 с белым маркером еще вместе подписаны черный и белый а все остальные просто черным маркером подписала и еще спрашивали по какой уровень надо сажать орхидейки как вы видите я шею заглубляю полностью просто полив должен быть осторожной не надо лить воду возле шеи именно в этих посадках где в горшочках присутствуют дырочки я их поливаю из-под низу то есть наливаю в емкость воды вот как в данном случае и ставлю их воду поэтому они намокают снизу вверх и шея не будет так сильно намокать но корешочки от шеи будут тянуться в субстрат потому что наша шейка заглублена и при правильном поливе не будет никаких загниваний то есть не надо лить на нее сверху как на простой цветок все от самой шейки все отодвинула вам возможно хорошо это не видно но у шейки мха нету чуть-чуть отодвигаю у это еще совсем мало корешочков это фласочная ф 3 вот видите старые корешочки еще фласочные она все испортила ну ничего в этом страшного совершенно нету растюха в турборе все у нее прекрасно просто есть сейчас положим вот сюда помимо субстрата сверху побольше мха сухого и обсыпем нашу орхидейку и все с ней будет хорошо и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мы их просто удалим Все Всыпаем нашу осьминожку тоже субстратом Осторожно потрясываем, чтобы провалилось все само В пластиковом стаканчике это легко сделать Все Теперь прикладываем сверху так же мхом Опа Чтобы ее хорошо зафиксировать и чтобы она не прыгала здесь в горшочке, пока корешочки хорошенечко не начнут прилегать к стеночкам горшочка Она будет сидеть плотненько Воздушные карманы там в любом случае присутствуют Потому что ногами мы здесь ничего не утрамбовываем, а просто слегка прижимаем Все Наша красотуля сидит Берем Красивучие листочки Не забываем, что она любит попить Поэтому делаем ей чуть-чуть повлажнее и укладываем добавочного мха еще И аккуратно, аккуратно, даже не знаю за что взяться За что-то возьмемся и начинаем присыпать Так, все Этого достаточно Теперь прикрываем Все мхом Сверху Осторожно Там у нас есть корешочек Который вверх торчит И нам надо его не сломать Конечно же вам не видно, но я вам все это говорю Не могу поставить так камер, чтобы было мне удобно Такое количество пересадить растений И вам было хоть что-то видно Здесь листочек, тоже его не запихиваем под мох Все осторожно обкручиваем Все Теперь все прижимаем Вон там листочек Где-то еще у нас тут Вот под этим листиком корешочек торчит вверх Показать вам его не смогу Ну он когда-нибудь сам покажется Для нас с вами Специально Специально, ребята, вот так делаю Прижимаю Чуть-чуть утрамбовываю Для того, чтобы она зафиксировалась Видите, она теперь никуда не девается Можно перевернуть горшок И орхидейка, несмотря на то, что у нее очень мало там еще корешков Она никуда не выпрыгивает Все Ставим ее пить Пересаживаем другую Не пить, а мочить субстрат Чтобы он не был сухим Здесь мы травм никаких не делали орхидейкам Поэтому можно их сразу мочить А так, если что-то вырезаете Отрезаете Тогда лучше дать маленечко просохнуть После посадки И потом уже можно будет Смело поливать Ну, примерно через сутки Ну, скажу так Если вечером сажали То утром можно уже полить Вот Поплот Не забываем, что эти растения, вот именно этот сорт, шрелианы, стюартианы, они водохлебы. В засухе сидеть они не любят. Им надо проветриваемое, но достаточно такое. То есть болото не делаем. Вот такой субстрат, рыхлый, воздушный, в перемешку с омком, с циафлоркой. Если нет циафлора, можно кока-чипсы, я уже говорила, добавить. Нету мха, опять же можно кока-чипсы. Ну а нет ни того, ни другого, ребят, я даже не знаю, чем вам помочь. Субстрат нужен влагоемкий, но быстро просыхаемый. Это вот именно такой. Здесь, во-первых, дырочки по периметру везде и снизу дырочки. Поэтому все оно будет проветриваться и замечательно расти. Все. Так. Еще одна осьминожка, которую не знаешь, как взять. Вот этот корешок торчит вверх при посадке. Осторожно. Не гнем его, а просто чуть-чуть вот так. Сейчас возьмусь. Просто его чуть-чуть туда прижимаем, чтобы он тоже засыпался субстратом. И вот именно такие растюхи желательно сажать прямо в мелкий субстрат. Вы в любом случае их через год будете пересаживать в больше горшочек, потому что они разрастутся. И пока у них настолько мало корней, им подойдет очень меленький субстрат. Так, все. Опять прижимаем мхом. Вот эти кракозябры, они не очень получаются их и ровно посадить. Потому что у них еще и листочки настолько не сформировались. И корешочки там все. Один больше, другой меньше. И поэтому уж сажаем так, как получается. Главное посадить. Ну а потом, по ходу ее развития, все будет видно. Еще три таких малявочки убраны. Они стоят вообще в тепличке. Их пересаживать не будем. Они вам полностью во мхе сидят. И для них сделана тепличка. Они очень слабенькие. Но восстанавливаются и растут. Поэтому их пересаживать в этот субстрат не будем. Пока они полностью не восстановятся. На сегодняшний день вот эти красавицы. Все. Все тут отодвинули. Серединку почистили. И вот такая маляпусечка. Которая будет скоро большая, красивая и шикарная. Сейчас, ребята, пока полюбуйтесь на эти красивые листики. А я из предыдущей солью водичку. И поставлю в контейнер. И в конце покажу, что я еще для них делаю. Когда уже все пересажу и они стоят в контейнере. Осталось у нас три растюшки с вами посадить. Вот это мне очень нравится уж. Но листья их не прям. Красота. Тоже положим мох. Не будем обижать ее. И начнем присыпать. И. Так, все. С лягонца все присыпали. Теперь прижимаем сверху мком. Как обычно. И тем самым ее сейчас зафиксируем здесь. Плотненько. Так. Другой мох попадается. Видите, ничего страшного. Не сфагнум вообще. Ничего в этом страшного нет. Многие спрашивают, можно ли испортить. Использовать другой мох для посадки. Не сфагнум. Да, если в вашем лесу не можете найти сфагнум. А есть другой мох. Можете, девчат. Я много раз говорила, что раньше, когда я не могла найти в лесах сфагнум, я использовала такой мох. И прекрасно все в нем росло тоже. Обрабатываю я мох после леса для посадки. Нет, не обрабатываю. Тоже об этом говорю в каждом видео. Еще меня спрашивали, опасны ли клещи после как снег сойдет и идти, например, сразу в лес. Девчат, конечно, опасны. И клещи опасны. В этот момент, когда только зима заканчивается, активируются и клещи, и змей. Вы не представляете, сколько их змей после того, как растает снег. Это ужас. Поэтому будьте осторожны. Не нарывайтесь, если сами пойдете в лес. Сейчас вы скажете, страшно. Почему тебе или страшно мне, или не страшно мне. Да, мне страшно, девчат. Но... Я всегда говорю, что я плохого им делать ничего не хочу, и надеюсь на то, что они меня не тронут. Но стараюсь всегда уходить от того места, где я нахожу змею. Но бывают такие змеи, которые прыгают на 5 метров вперед. То есть ты ее еще не видишь, а она тебя уже видит и может на тебя прыгнуть. Так что в лесу надо быть очень-очень осторожными. Сейчас вот эту малявку как-то посадим сюда. Я не знаю, как мы это с вами сделаем. Но как-то надо сделать. И здесь надо прям что-то вот помельче-помельче, как пыльку. Потому что она уж очень маленькая. И нам ее надо присыпать. Так, все. Этого достаточно для нее. Сейчас мы ее просто переложим мхом. И прекрасно она будет расти дальше. Сюда. Я пользуюсь всегда от клещей всякими спреями, когда в лес иду. Но не факт, что это спасает. Один раз ехала из леса и почувствовала, что у меня что-то за ухом шевелится. Пальцем провела, а там клещ. Вот вам и спреи. Хорошо почувствовала, да? И вытащила сразу. А так бы впился в голову. И хана котенку. Так что надо быть очень осторожными в этом деле. Сейчас еще положим ей мхо чуть-чуть. Не очень нравится, как она зафиксировалась. Мох у меня, видите, и худенький, и жирненький, разный. Жирненький, конечно, какой-то поинтересней. Но я всегда собираю жирный. Худенький вот этот красный в основном собираю для себя. Но бывает попадается в отправках и для вас. Да, девчат, сейчас у меня нет мха, он закончился. Поэтому и по какой цене, я никогда это не обсуждаю в Ютубе. Поэтому, кому интересно, добавляйтесь в Одноклассники. Ждите, когда я вас добавлю, потому что я добавляю долго. Не быстро. Поэтому, кто хочет, тот дождется. Все, еще одна у нас с вами осталась красотка. И я покажу вам еще одну штуку, что я с ними делаю в конце. Как они у меня остаются дальше. Да что-то прям в серединку залез мух. Все, все от шейки отодвинули. Серединочку почистили. Так. Здесь тоже неплохие корнюшечки. Ну, как-то эти неплохие корнюшечки надо умудриться посадить. Может удалить вот этот лист. Ругайте меня, ругайте. Но я его удалю. Потому что он в самом низу. И не даст заглубить орхидею. Все. Осторожно удалили. Все здесь хорошо. Так. И зашипаем. Все сверху. Сейчас опять прижимаем мухом. Все сверху. Сейчасまた. Все сверху. Все сверху. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Да что ты Ворсинка от мха попала В серединку не уходит Кисточки у меня здесь Нету Ладно, она сухая Не думаю, что она Навредит Все Потом ее щипчиками Вытащу Попозже Ну вот, ребятки, закончена наша пересадочка Посадили мы наших всех красоточек Вот так вот Я их поставила все в контейнер То есть Дырочки ничего не закрывает Все прекрасно проветривается И внизу на один пальчик воды Ногти все В грунте Вот так вот Налила водички Видите, прям на один пальчик И все Эту водичку я оставлю Корней внизу у нас нету Субстрат В принципе Мы мочили Но мы его просто мочили слегка Кора Напитывается влагой очень долго Поэтому Вот так оставляю немножко водички И она постепенно будет намокать Верхний слой От этой воды Хуже Ничего от этого не будет У меня работает вентилятор Здесь У меня здесь 20 градусов тепла Даже 20 плюс И водичка постепенно уйдет вся наверх Все Сейчас я их поставлю И покажу вам Где они будут у меня стоять Вот так под досветочкой Будут стоять эти красоточки Сегодня я им даже На ночь не буду отключать Свет Он у них будет гореть Первые две ночи То есть день и ночь У них будет гореть свет Для того чтобы Они маленечко адаптировались Сейчас многие скажут Что они должны тоже спать Ничего подобного Уже много так выращено У меня орхидеек И после пересадки После водопоя Я оставляю им всегда свет Вот так Вот эти F3 Мы с вами пересаживали Как-то на днях Прекрасно видите Стоят Замечательно себя чувствуют И у них тоже внизу Налито чуть-чуть водички Вот они в принципе В одно и то же время Всю эту водичку уберут Здесь у нас гиганты Стоят в этом контейнере Сюда отобрала прям Такие все На мой взгляд Самые слабенькие И они будут стоять Под чутким Моим наблюдением Но это вот Один контейнер Самых-самых слабеньких После пересадки То есть Они пересаживались уже Но они самые такие вот Слабенькие Так что вам еще показать Ребят Что вам еще показать Ну в принципе Все мои хорошие На сегодня Вот такая пересадочка У нас сегодня С вами была Здесь у нас Еще целый батальон Но этот батальон Уже пересаженный Вон там Два контейнера Осталось Гигантеек Не пересажено Думаю Что мы тоже С вами будем Их пересаживать Ну эти уже пересажены И вон она Та красота наша Полностью Уже почти Распустилась Красотка Все мои хорошие Всем пока-пока И до новых встреч